Денис Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Основной темой юбилейной выставки Инопром является цифровое производство. Что российские компании могут предложить в сфере цифровой трансформации промышленности? Есть ряд решений, которые позволяют внедрять уже компаниям сегодня возможность, которая обеспечивает, во-первых, снижение затрат, при производстве продукции, снижение логистических затрат и повышает качество, что влияет, естественно, на конкурентоспособность нашей продукции. Что я имею в виду? Это и продукты программного обеспечения, это и железо, которое обеспечивает непосредственно уже внедрение на предприятиях цифровой модели. И наши, в данном случае, компании имеют наработанные компетенции, которые позволяют сегодня самостоятельно реализовывать эту повестку дня. При этом мы не отказываемся от сотрудничества с иностранными партнерами. Есть и коллаборационные проекты вместе с, например, компанией «Сименс». У нас есть специально созданный шлюз, который обеспечивает систему кибербезопасности безопасной работы технологического оборудования. В данном случае при производстве какой-то детали можно всегда внедриться в производство этой детали и внести какие-то изменения, которые повлекут за собой затем, я уж не говорю о потере качества, а в том числе и какие-то более драматические вещи являются такой безопасностью для качественной работы. Это как один из примеров. Таких примеров вообще много? Таких примеров достаточно. Но, как я сказал, у нас собственная компетенция сегодня позволяет развивать направление цифровизации. Перед нами стоит задача определить стандарт. Мы в этом направлении сегодня работаем, формируем технический комитет прирост стандарта для того, чтобы говорить на одном и том же языке. И по поручению президента мы до октября с коллегами из правительства Минцифросвязи готовим отдельную программу по искусству. Уже определились, какая страна будет в следующем году партнером? Да, у нас есть подтверждение от коллег из Италии. Буквально недавно в рамках визита нашего президента в Италию я получил письмо, подтверждающее участие Италии в качестве страны-партнера. Поэтому мы готовимся к этому, и итальянские коллеги также готовятся к этому событию. Ну да, я предлагаю немножко прогуляться по выставке и посмотреть другие экспозиции. Денис Валентинович, ну вы говорили о том, что примеров внедрения цифровых технологий, использования их в российской промышленности достаточно. Вот мы сейчас как раз проходим мимо стенда компаний под названием «Цифра». Говорящая название... Само за себя. Да. Что это за компания и насколько успешна она? Коллеги создали систему управления логистическими процессами производственными, которая обеспечивает с одной стороны безопасность работы, а с другой стороны обеспечивает снижение издержек на производстве. И в данном случае как раз здесь представлены варианты реализации, где оно применимо, там в горно-рудной промышленности, когда оцифровывается весь процесс добычи руды, в том числе какое оборудование обеспечивает добычу, как происходит система транспортировки. И вот каждый из процессов, он по долям секунды рассчитан для того, чтобы добиться максимальной эффективности. На этом достигается большая экономия средств для компании, что влияет, естественно, на повышение, я уж не говорю об экономических показателях, но, как я уже сказал, главное – безопасность и качество продукции. Как продвигается реализация проекта Международной кооперации экспорта? Какие проекты уже реализуют? Главная задача на ближайшие пять лет с точки зрения наращивания нашего потенциала, объема экспортной продукции, мы на сегодняшний день уже обеспечили практически всю нормативную базу, которая позволяет реализовывать этот масштабный национальный проект. Это касается и конкурса по программе повышения конкурентоспособности. Мы провели первый этап. Вот буквально недавно подвели черту над сбором заявок. В общей сложности поступило более 700 заявок от регионов, компаний, которые хотели бы и готовы были бы участвовать в реализации нацпроекта. И сейчас мы занимаемся уже отбором непосредственно и анализом подобных заявок, для того, чтобы подвести в августе итоги проведенных компаний на предмет заключения соглашений. Мы уверены в том, что собранные заявки – это не последний этап. Мы даем таким образом возможность компаниям подготовиться, и будет проведена в конце года очередная заявочная кампания на предмет отбора дополнительных потенциальных участников. Поэтому исходим из того, что мы, проводя такую работу вместе с российским экспортным центром, который является, по сути, бэк-офисом национального проекта, это, я думаю, что хороший такой задаток реализации этого национального проекта. Денис Валентинович, проходим, наверное, один из самых красивых стендов на этой выставке – «Русская медная компания». И, конечно, рождается вопрос о перспективах медной отрасли в России. Перспективы хорошие, но только у русской медной компании общий объем производства медиа – порядка 200 тысяч тонн по году. И с появлением новых месторождений в Челябинской области, в Хабаровском крае они сейчас занимаются. Востребован такой объем, и поэтому те инвестиции, которые компания реализовывает, они будут точно востребованы. По мере развития направления, связанных с электродвижением, мы в России тоже будем увеличивать внутренний спрос и внутреннее потребление. Поэтому это направление с запасом сегодня формируется, чтобы обеспечить потенциал нашей индустрии в целом. Мы с вами сейчас на стенде на МИ, и я сразу вспоминаю Женеву, где мы впервые сидели в Сенате, в Аурус-Сенате. Это была такая большая мировая презентация. Вот сейчас что нового в проекте Аурус? Если мы говорим конкретно о данном экземпляре, то это скорее, наверное, больше не про Аурус, как про бренд, а скорее про институт и то, как происходит процесс трансформации от прототипа до уже готовой продукции. Поэтому специалисты на МИ сделали такой экспонат, когда половина демонстрирует, что происходит до того, как появляется уже готовый автомобиль. Специалисты, технологи, инженеры отрабатывают все процессы конструирования автомобиля, испытания его. Поэтому здесь силовые элементы. Наши коллеги сегодня, можно сказать, уверены, что за счет проекта Аурус, единой модульной платформы, обеспечили залог на будущее. Мы уже сегодня получаем возможность и заказы от нашей автомобильной индустрии, от иностранных компаний в честь разработки и испытания автомобилей, что является, как я сказал, залогом стабильности нашего автопрома. Спасибо за интервью. Спасибо вам.